Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Мне понравилось, что вы показали стойкость в вере, вот это мне нравится, потому что как мы читаем в Библии, то есть Господь нас через это научает, чтобы быть стойким в вере, не поколебаться, если какие искушения приходят, испытания. Слава Богу. Да, слава Богу. Ну, да, ну как вы думаете, ну, если без Бога направит, направит ей, ну, никто не может иметь такая вера. Не понял, немножко вопросов. Я говорю, если без Святой Дух работает, но она не смогла, она не смогла выстоять свидетельство. А, ну это да, аминь, так и есть. Только с Богом, да, Дух Святой только может помочь. Сам по человеку человек немощен, почему и ученики сказали, что есть, когда Господь объяснял, что какие заповеди, но как их надо исполнять в Евангелии, они говорили, как же можно спасти человеку. А Господь ответил, человеку невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. Аминь. 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 Ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Ну, там 1 Тимофеевич, 416. Вот, и одно есть такое стихотворение, я не знаю, вы его слышали, нет? Нацан, Семен Яковлевич, есть такой поэт, русский был. Слышали о таком? Ой, даже не Нацан, а Никитин, Никитин. Иван Савич, это русский поэт был, не знаю, знакомый вы с нашей русской поэзией. А-а-а, как, как... Никитин Иван Савич, Сабвич, 2В. Никитин, фамилия. А-а-а, да-да-да, наверное, слышно, да. Да, я вам, если сейчас стихотворение прочитаю, вы поймете это, но я думаю, как мне потише читать, чтобы вы поняли. Слова мои, чтобы я... Она мне очень нравится, и я хотел бы поделиться с вами этим. А-а-а, это... Бать? Э-бать? Написал, да. Называется стихотворение «Новый завет». Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил. В глаголах предвечного слова источник покоя и сил, как дышат святые звуки божественным чувством любви, и сердце тревожно у муки, как скоро смиряют они. Здесь все с чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. Из сущего в мире значения причина и цель и конец, и вечного сына рождения, и крест, и тернового венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки, из них для ума и души. Вот такое у него всегда. А-а-а, мара-дец, мара-дец. Угу. У меня, у меня... А-а-а, вы... Говорите, говорите. Говорите. Да. Задавайте вопрос. Ага, а только что... Что вы хотите говорить? Что? А только что... Что вы хотите говорить? Да я... Что я хотел сказать-то? Дело в том, что я хотел сказать, что вот эти вот всякие разные божественные стихотворения я заучил. К сожалению, у меня память очень плохая, потому что греховная жизнь сказывается. Приходится много повторять, чтобы заучить что-то. Вот даже вот такое короткое стихотворение, и то тяжело дается иногда. Но по милости Божьей Господь дает. То есть, когда просишь в молитве, Господь открывает дары свои. А-а-а... Вы очень хорошо понимаете Библию, да? Ну, по милости Божьей понятно, по крайней мере, мне. Мы же, видите-ка, мы же днем отрудимся. Вот я уже 26 лет уверовал, а мне сейчас вот 8 сентября будет 41 год. То есть, я уже 15 лет для Господа тружусь. Вот и стараюсь из руки Святой Библии не выпускать. То есть, с ней трудиться, благовествовать. Вот я вот с самого детства очень был застенчивый, да. Тоже язык на это поверкается. А-а-а... Вот. И этот дар, чтобы вот так людям подойти, сказать о Боге, о Христе, я очень стеснялся. И этот дар я выпросил у Бога. То есть, дерзновение на благовестие. То есть, молился об этом, Господь, дай мне, потому что я очень стеснительный. Вообще, с самого детства такой сам по себе. Вот. И выпросил. И Господь дал дерзновение. В поездах ходил, благовествовал даже один. На вокзалах проповедовал. Какие служения вне чужой в церкви? Служения в церкви какие несут? Угу. Ну, какие я тут служу? Вот. Я, например, зимой живу в городе Барнауле. Это Алтайский край. Там у нас одна община. Вот я сейчас летом нахожусь в деревне. Это другая община. Называется Свято-Анфимовская. Это... Жил такой святой... Это... Анфим святой. Это был епископ в Церкви Христовой. И он... Его сожгли вместе с 32 тысячами при его прихожан. То есть язычники подпалили храмы несколько штук и сожгли. И вот 32 тысячи вместе с ним взошли на небо ко Христу. Вот в честь его названа наша община здесь вот. Деревенское. А в Барнауле названа община Крестовоздвиженская. То есть в честь Креста Господня. Крестовоздвиженская. Вот там зимой я тружусь, отправляя книги наши православные. Заказывают когда люди с разных стран. По России у нас тут много заказов идет. Они называются «Открытым оком». Во свете Библии. «Открытым оком» Это из книги чисел взято. Когда этот... Открытым оком смотрел муж. Которым Господь... Смотря на то, что он был язычник, Господь ему даровал это... Именно дар такой. Он увидел, предвидел, что будет в будущем. Если вы помните, про Валаама. Пророк такой был. Он потом, правда, свое серебролюбие подвело его, как говорится, ко греху потянуло. Валаам. Вот и... Правда. Но вы верите в Бога уже долго время, но у вас какая мечта или надежда в верите в Бога? Спасти душу свою, конечно, в первую очередь. Чтобы в вечности соединить со Христом. Вместе с Его святыми. Как есть это... Одно есть такое песнопение. Я не знаю, вас слышали его, нет? Есть на небе город. Город Иерусалим. Слышали такое песнопение? А то баптисты поют такое обычно. Это видео? Да, и видео есть в Ютубе. И вообще песнопение эти выпускают. Есть на небе город. Там город и там перечисление идёт. Я сейчас не помню наизусть. Вы хотите войти в царство небесное, да? Да. Аминь. Аминь. Ну, вы ждёте вас в рождении Господа? Жду, потому что Господь даровал духовное рождение. Это первое воскресенье духовное. Это именно когда ты здесь, когда я осознал 26 лет, встал на колени перед Христом, покаялся в своих грехах, и уже после этого я стал служить для Бога. То есть, а второе его пришествие я жду, когда уже он будет с неба сойдёт. Когда всеобщее будет воскресенье всех. Те, которые живые, написано, как апостол Павел, они преобразятся, то есть воскреснут для Бога, будут на облаках подняты. А те, которые уже в земле, те будут воскреснуть. Я имею в виду тела. То есть души войдут в тела и воскреснут на всеобщее воскресенье. Кто для воскресенья осуждение, а кто в воскресенье в вечность. То есть, именно в Царстве Небесное уже. А как вы думаете, но сейчас вы наступили последние дни и согласны? Да, апостол Павел об этом писал. Тимофея в последние дни, да. Ибо люди будут самолюбивы, горды, надмены, злоречивы, клеветники. Аминь, аминь. Да, я вижу, вы очень хорошо знаете Библию, да. Вы очень хорошо понимаете. Да. Ну, я тоже вижу, но как Тимофея там, второе Тимофея. Да. Ну, еще земля, трясение, засуха, но и так далее. Да, да, да. Аминь. Да, но скоро придет Господа Иисуса. Ну, и пришествие его неизвестно, потому что он же сам говорил, что одни и часть его никто не знает. Ни ангел, никто. Даже сын человеческий не знает. То есть один Господь знает. Вот, ну... Что же я хотел сказать-то вам? Мысль ушла у меня. Забыл? Да. Ну, к сожалению, виноват. Ага. Ничего. Ну, как вы думаете, что нам делать? Ну, мы все ждем его. А как нам нужно делать? Как нам нужно спасаться, вы имеете в виду? Господь очень ясно в Евангелии сказал, если кто любит меня, соблюдите мои заповеди. Евангелие от Иоанна. А как вы думаете, если он придет, мы все, он все воскрешит нас? Да, всеобщее воскресение будет. Ага. Ну, а как вы понимаете, там стихо говорит, не всякие говорящие, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, только... Ну? Ну, исполняющие волю Отца Небесного, да. Ага. Да, и испанных, да, званых много, а испанных мало. Ну, как вы думаете, эти стихи? Это может к любому отнестись, к человеку, даже верующему. Почему? Потому что, например, он человек Господа призывал, а заповеди его не исполнял. Вот у нас очень распространено, если вы знаете, в православии. То есть у нас все время ставится на упор на обряд о доверии. То есть обряд, 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 обряд. А человек живой веры во Христа, он не знает. То есть молится там по книжке, а вот так и что с Богом, что Бог-то живой, с Ним можно вживую общаться, и Господь отвечает на живые молитвы. Это, к сожалению, у нас очень мало, к сожалению, таких людей возрожденных, которые именно родились свыше. Как вот, например, 1 Яна 5.18 написано, что рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукаво к нему не прикасается. То есть вот тогда. А так вот человек идет на исповедь, кается, а потом опять идет, согрешает, опять кается, и он не может выйти из этого круга. А это Господь дает только, Иисус Христос, свободу от греха, чтобы ты не грешил. Но по своей свободной воле человек может опять упасть, даже будучи рожден свыше. То есть у нас есть свободная воля. Иисус Христос, что такое рождение свыше? Ну как в Евангелии от Яна в 3 главе Господь сказал, кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное. И кто там, 5 стих, 1 Иоанна, Иоанн, 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 Иоанн 3 глав, 5 стих, он говорит, что родиться надо от воды и духа. То есть это уже в крещении. Вообще вот я считаю свое духовное рождение, это у меня было 15 августа, я тогда дневник вел, потом я запомнил это число, 2005 года. То есть я осознанно встал на колени, покаялся в грехах, и когда я встал с колен, с меня как бы какой-то груз, Господь убрал, вот эта тяжесть вот этих моих грехов. Это не значит, что у меня были прощенные грехи, я просто говорю, что какие у меня были ощущения именно в теле моем. И после этого у меня началась другая жизнь. То есть я уже молился о том, чтобы Господь дал дерзновение в проповеди Евангелия, с братьями вышли на благовестие, мы ходили из деревни в деревню, в городе раздавали Евангелие, благовествовали. Ну, конечно, по-разному принимали, кто в висках крутил, кто принимал свидетельство Господа Слава. Но, если еще другие стихи сказала, если не чистый, никто не увидит его. Помните этот стих? Где написано, не помню. Ну, тут место, но я тоже не помню. Там говорят, будьте здесь святы, потому что я свят. Аминь. Да, так и есть. Да. Только что вы сказали, если мы принять в одной крещении, но мы уже рождение свящее, но мы не можем вводить в Царство Небесное, да? Смотрите, я вам поясню, согласно церкви православное учение. Вы внимательно послушайте только. Есть такой, жил, вернее, такой святой Феофан Затворник, он говорил так, что пройдется свыше, есть три вида благодати. Это благодать призывающая, это римлянам 10 глава 17 стих, вера, слышание, слышание Слово Божие. То есть, человек рождение свыше получает, именно начальное, когда он слышит Слово Божие, то есть, вера у него появляется по Евангелию. Второй этап, когда он признает Господа, Иисуса Христа, своим спасителем, личным спасителем, который умер за его грехи. Это вот обращающая, вторая благодать, обращающая, человек уверовал. И третье, это освящающая, это когда человек в ходе в Церковь Христову, написанном в Деянии 2.47, прилагал спасаемых к Церкви, то есть, люди уверовали во Христа, внимательно потом почитайте, это место из Библии, Деяния 2.47, вторая глава, 47 стих, прилагал спасаемых в Церкви, то есть, люди уже уверовали, и Господь вводил их в Церковь, то есть, не просто они там где-то собрались двое или трое, там начали молиться, читать Слово Божие, это да, так и есть, Господь и Ягод посреди вас, но, он также образовал Церковь, здесь на земле, организовал, единственную Церковь на все века, он сказал, во все дни, до скончания века с вами буду, и вводил людей в Церковь, вот это освещающее, это когда, мы читаем Деяния 2.38, апостол Петр говорит, когда ему мужи обратились, что нам делать, он говорит, мужи, братья, покайтесь, и докреститься с каждой из вас, для прощения грехов, и получите дар Духа Святого, то есть, в крещении прощаются грехи человеку, и дается дар помазания Духа Святого, то есть, дары различные, вот как 1 Коринфянам, в 12 главе написано, что Господь дары различные, и также, вот в Деянии 22.16, апостол, когда был еще Саввел, потом, когда к нему пришел, Анания и сказал, брат Саввел, прозри, что ты медлишь, встань, крестись, и омой грехи твои, призвал имя Господа Иисуса Христа, то есть, в крещении происходит прощение грехов, но для того, чтобы эти прощения произошло в крещении, человек должен войти в церковь, именно, где священство, от первых веков, и заканчивал нашим 21 веком, то есть, оно, рукоположение называется, по-нашему, рукоположение, то есть, без, должно быть непрерываемое, рукоположение, вот это, которым священникам дается власть, прощать, грехи, согласно Евангелия, от Яна 20 главы, когда Господь говорит, будете, кому простите, тому прощену будет, на ком оставите, на том останутся грехи, вот такое православное учение, то есть, и в дальнейшем, как вот в Деянии 2.47 написано, да, что прилагал спасаемых к церкви, то есть, они не спасенные, а не то, что многие говорят, я уверовал, я спасен, ты не спасенный, ты находишься в пути, в Царство Небесное, хотя Господь говорит, что Царство Божие внутри вас есть, то есть, когда я уверовал, я пускаю в себя свое сердце Христа, согласно Откровения 3.20, да, как Господь говорит, все стою в дверь и стучу, если кто откроет дверь и войдет, войду к нему, буду вечерять с ним, то есть, сердце наше, именно, которое откроется для Господа. А вы думаете, вы тоже спасены, тогда Господь придет к нам, вы можете ввести в Царство Небесное? Я, как вот, Римлянам 8.24, апостол Павел говорит, написал, да, мы спасены в надежде, то есть, у меня есть надежда, что я спасусь, а уж, точно ли я буду в Царстве Небесном, это решает Господь, Господь Бог, это не от меня зависит уже, хотя в надежде, я живу в этом, то есть, я молюсь, благовестую о Христе, стараюсь, где вот я нахожусь, там вот, недавно я в больнице лежал, по палатам ходил, раздавал Евангелие людям, свидетельствовал, кто не знал, то есть, стараюсь исполнять волю Господнюю, а там уж как Господь примет, это уже в Его руках все. Угу, понятно, но, а как вы думаете, ну, грешники могут ли в Царство Небесное, да, тогда врачи более спасение? Нет, грешники нет, написано, кающийся грешник, угоден Богу, кающийся грешник, и который именно исполняет, если, вот я еще раз повторюсь, Господь Иисус Христос, Иван Гратианин сказал, что кто любит меня, соблюдите мои заповеди, то есть, Богу грешники не нужны, зачем? Потому что в Исаии 26.10 там написано, что даже если нечистый войдет, то есть, в Царство Небесное, там смысл такой закладывается, то и там он будет делать беззаконие, почему? Потому что он по своей воле не хотел этого, вот почему они ад унаследуют люди неверующие, потому что он уже, живя здесь на земле, отвергал это, ему это не надо, то есть, ему это противно, а верующий человек, он к этому стремится, пускай он даже где-то упадет, согрешит, он все равно встает, просит у Бога прощения, идет дальше, то есть, к Богу, в Царство Его Небесное, он надеется, что Господь его примет в свои обители, а если человек не желает, Господь свободу воли не нарушает человека, хочешь идти в ад, куда хочешь, иди, пожалуйста, твоя воля. Я поняла, брат, но у меня такое, у меня такое состояние, ну, иногда я знаю, но я крышу, ну, примерно, высокоминное, сердце, и так далее, ну, я знаю, это грех, ну, и, и, я сделала, я крышу, а потом, я покаясь, и я потом опять крышу, ну, такое состояние, не могу избавиться, ну, я, я знаю, но я грешник, дело в том, что апостол Яков, он говорит, все мы много согрешаем, то есть апостол даже о себе говорил, Яков, это в послании его, он говорит, все мы много согрешаем, много, к сожалению, да, вот, почему в православной церкви существует исповедь, то есть не то, что я родился свыше, и все, я сейчас безгрешный тут хожу, нет, конечно, потому что дьявол так ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, то есть он все время старается, особенно людей, которые идут за Христом, а он старается их отбить, увлечь, то есть вот как от пастыря истинного, от Иисуса Христа, вот для этого надо призвать помощь, благодать Божию, то есть молиться Господу, вот у меня, я вам сразу скажу, у меня тоже были кое-какие грехи, которых я тоже не мог отстать, хотя будущее уже считал, что я рожден свыше, почему, потому что, как вам сказать, вот эта адамовая природа греховная, к сожалению, влечет ко греху, если ты не пободрствовал, вовремя не помолился, потому что вот я вам приводил местописание, 1 Яна 5,18, там написано, что рожден от Бога не грешит, но рожден от Бога хранит себя, то есть слово хранит, то есть ты не даешь прикасаться к себе лукавому, то есть если он к тебе начинает какие-то мысли давать, там похоть какая-то в теле начинает у человека играть, ты сразу встал на молитву, призвав имя Господа, и ты спасешься, то есть тебя Господь спасет от греха, ты не упадешь, а если ты не пободрствуешь, то есть не призвав вовремя Господа, тогда ты падаешь духовно именно, и сатана именно к греху тянет, это духовная борьба, это, к сожалению, на всю жизнь, то есть мы должны, несмотря ни что, не отчаяниться ни в коем случае, потому что отчаяние от сатаны, то есть враг нас хочет вернуть в отчаяние, а, брат, вы уже сейчас, но как, без грех? Почему? Нет, у меня грехи есть, как без греха. Ага, ну а только что вы сказали, а грехи не могут вводить в Царство Небесное, но я тоже грешу, а вы тоже грешите, но мы не можем вводить в Царство Небесное. Но у нас есть, я же вам говорю, мы спасены в надежде, то есть у нас есть надежда, все-таки Господь нас помилует и спасет, то есть даст нам Царство Небесное. Потому что мы же не знаем, в какой мы, как бы сказать, Господь же видит, что если ты, например, идешь осознанно на грех, это одно, а когда тебе, как говорится, подножку подставили, ты не ожидал, вот тогда, понятное дело, что есть неосознанный грех, в котором ты спотнулся. И Господь в сердце видит, он знает, что мы не хотели, но так получилось, то есть не по бодрости сатана нас свернул с этого пути. А брат, вы как правоверник у церкви? Я простой, у нас говорят, мирянин, то есть простой прихожанин, то есть я не священник, у нас есть священник, есть церковная иерархия, как она заключается, епископ, это вы читали по Санне Кимофею, да, епископ должен, мы же одной жены, например, священник, и есть у нас диаконы, и мирянин, то есть мирянин, это простые люди, которые приходят из мира, то есть в церковь собираются, которые трудятся где-то в миру, а потом приходят в храм помолиться. Вот я один из них такой вот, то есть простой мирянин, у меня сана никакого нету. Я бы не хотел даже этого, потому что принимая сан какой-то священнический особенно, это очень большая ответственность перед Богом потом, потому что тебе придется отвечать не только за себя, но и за тех людей, которые будут тебе вверяться, за те души. Я живу в Австралии, у меня уже 11-13 часов, но мне пора спать, ну, хочу дальше с вами поговорить, ну, а сегодня я уже не смогу, можем завтра, ну, или в следующий раз мы еще поговорим? Да, только постарайтесь с глазок, чтобы у вас был, потому что так неинтересно, вы меня видите, а я вас не вижу. А, хорошо, хорошо. Ага, ну, тогда в следующий раз. Все. Ну, хорошо, братцы, ну, тогда, Бера, очень приятно с вами познакомиться, ну, я общаться на вас. Мне тоже приятно. Все, с Богом, отдыхайте. У нас-то сейчас только 14 минут 9-го, то есть у нас только 14 минут 9-го вечера. У нас сейчас вечер, начало 9-го. Ага, хорошо, ну, пока с Богом. Все, с Богом. Спаси Христос вас. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока. Пока. Поехали.